В Немском округе проходит досрочное голосование. Члены избирательных комиссий на вертолетах добираются до самых отдаленных районов округа. В минувшие выходные они побывали на мысе Константиновске и в Оленевоческих стойбищах. Стратегическое партнерство «Северо-Запад» оказало помощь спортивной школе труд. Сертификат на 100 тысяч рублей руководителю труда Алексею Гербову вручил исполнительный директор партнерства Алексей Богоряков. Развитие компетенции управления бизнесом, создание специальных онлайн-сервисов, проектные подходы к работе и программы поддержки предпринимательства. Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев провел в Наринмаре совещание по вопросам развития бизнеса и формированию инфраструктуры его поддержки в регионе. В Наринмаре пройдет съезд оленеводов. На мероприятие приглашены 40 делегатов из всех 25 оленеводческих хозяйств региона. С обзором основных событий этого дня в студии Мария Владимирова. До выборов президента России остается 5 дней. До 18 марта свой выбор делают те, кто по разным причинам находится вдали от избирательных участков. За полярным кругом проходит досрочное голосование. Члены избиркома начали работу в труднодоступных районах Ненецкого округа. Выходные свой гражданский долг смогли исполнить метеорологи и оленеводы. Из аэропорта Наринмара вылетаем ранним утром. Винтокрылая машина берет курс на мыс Константиновский, что на побережье Баренцево моря. Спустя два с небольшим часом в воздухе прилетаем на место. Здесь участковую комиссию ждет Анастасия Ахиза, единственная жительница метеобазы. Она трудится на севере 7 лет и уже давно привыкла, что вокруг за сотни километров ни души. Хотя за тем, что происходит в мире, девушка следит регулярно. Откуда вы узнаете про кандидатов? Ну, есть, конечно, и телевизор, и интернет, все есть. Ну, то есть вы знаете, за кого будете голосовать? Да, знаю. Как только первый избиратель президентских выборов опускает бюллетень в урну, члены комиссии оперативно собираются и спешат в вертолет. Погода на севере может испортиться в любую минуту, а визиты избиркома ждут еще и в оленеводческих стойбищах. Общины коренных жителей в бескрайней тундре найти довольно-таки сложно, ведь они постоянно кочуют с одного места на другое. Отыскать оленеводов пилотам помогает знание примерных координат стоянки и проводник из числа местных жителей. По огромным сугробам комиссия направляется к чумам, национальному жилищу ненцев. А спустя пару минут к стойбищу подъезжает снегоход. За рулем Николай Литков. Еле вырвался с работы. Спешил, смеется мужчина. В тундре он пасет оленей. Выборы старается не пропускать. Ну, по возможности, конечно, если я окажусь. Ну, если в поселке, так. Ну, когда борта бывает, тогда. Может, не голосовал, может, когда-то был, но я-то не помню. Иногда бывает, в отъезде будешь, в стадии будешь. Избирательный участок разворачивают прямо посреди чума. Причем здесь все в строгом соответствии с законодательством. Вот информация о кандидатах, урна для голосования и даже некое подобие кабинки, переносная ширма. Ведь даже в далекой тундре такое условие, как тайное голосование, никто не отменял. Досрочное голосование отличается лишь тем, что проводится в полевых условиях. В остальном все точно так же, как и на стационарных участках. Тундровых избирателей вносят в списки, заполняют паспортные данные и выдают бюллетень. Это свой голос отдал хозяин чума Александр Литков. Участие в выборах считает своим гражданским долгом. Кстати, в тундре явка всегда стопроцентная. Оленеводы приходят целыми семьями. У соседей там семья отдельная, у нас тоже своя. Трое сыновей у меня, жена, дочь. К нам прилетают, все голосуют. А вы считаете, для чего это нужно делать? Ну, как, чтобы Россия жила. Сейчас, в данный момент президента выбираем. За день избирательная комиссия облетела еще четыре стойбища. В каждом проголосовали оленеводы и чумработницы, которые в день выборов не смогут добраться до ближайшего населенного пункта. Всего в переносную урну опустили 14 бюллетеней. Она будет запечатана, будут составлены акты о проведении досрочного голосования, которые будут храниться, это переносная урна, до дня выборов. После голосования 18 марта в 20 часов переносные урны будем вскрывать. Впрочем, для избиркома работа по проведению досрочных выборов еще не окончена. Уже в ближайшее время избирательные комиссии отправятся к работникам нефтепромыслов и месторождений. Алина Ваучейская, Игорь Тарасевич. Вести Заполярье. Ненецкий автономный округ. Сильный президент – сильная Россия. Под этим слоганом во дворце «Спорта Норд» прошли два спортивных турнира по мини-футболу и армрестлингу. О самых сильных расскажет Тимофей Жуков. В футбольных баталиях приняли участие несколько команд от всех средних профессиональных учреждений Ненецкого автономного округа. Сразу две дружины выставило Ненецкое профтехучилище. На площадке «Норда» развернулась нешуточная борьба. Не секрет, мини-футбол в нашем округе давно на подъеме. Мы считаем, что действительно сильный президент – это сильная Россия. Федерация вышла с инициативой к ребятам, которые уже учатся, получают образование, среднее профессиональное образование в учреждениях Ненецкого автономного округа. Мы нашли отклик от ребят и решили организовать турнир. На следующей неделе, в воскресенье, у нас выборы президента. Мы просим всех неравнодушных, всех людей, вообще всех-всех-всех возрастов, которые имеют право голосовать, прийти в воскресенье на выборы и отдать свой голос. В финале в принципиальном матче встретились полярные волки из Ненецкого аграрного экономического техникума имени Волкова и сборная Ненецкого профтехучилища. С результатом 12-2 победили волки, ставшие в итоге и первыми на турнире. Команда «Медведи Арктики» из социально-гуманитарного колледжа заняла на турнире третье место. В турнире по армрестлингу и армлифтингу в этот же день приняли участие свыше 30 спортсменов из Нарьянмара, поселка Красное и села Тельвиска. География этого вида спорта ширится. Спорт сильных и мужественных уже давно завоевал сердца многих жителей округа. Основная цель турнира, конечно, популяризация здорового образа жизни и армрестлинга, и армлифтинга в целом. Так как это силовые виды спорта, они очень активно развиваются сейчас у нас в регионе и в целом во всей стране. И как бы мы поддерживаем здоровый образ жизни, и, соответственно, наш будущий президент, я думаю, тоже поддерживает здоровый образ жизни, сильных духом людей и волей. В армрестлинге спортсмены соревновались в трех весовых категориях, а в армлифтинге – в двух мужских и одной женской. Наши прекрасные дамы – активные участницы сегодня силовой секции в Норде. Окружные силовики все чаще выезжают на различные соревнования федерального уровня и все выше поднимают свою спортивную планку. Турнир по армрестлингу и армлифтингу «Сильный президент Сильная Россия» еще раз подтвердил, что этот спорт очень динамично развивается в нашем округе. Тимофей Жуков, Антон Годряков, телеканал «Север», Дворец спорта «Норд». Для спортивной школы труд будет закуплен спортинвентарь. Сертификат на 100 тысяч рублей спортшколе вручил исполнительный директор стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Богоряков. По словам Алексея Богорякова, спортивная школа труд вносит значительный вклад в развитие и популяризацию спорта в округе и в укрепление спортивного имиджа Нейнского округа. Партнерство считает поддержку спорта важной составляющей своей работы в рамках сотрудничества с субъектами Северо-Западного федерального округа. Мы сегодня вручаем такой денежный сертификат на оборудование вашей детской школы спортивным инвентарем. И в наших планах вообще, если мы договоримся с губернатором, взять такое некое шефство над одним из направлений, именно детским направлениям. По взрослым мы видим, что в принципе взрослыми занимаются и спортом, и намного проще. И мы считаем, что мы были бы полезны именно в этом формате. Также партнерство работает по крупным социальным и экономическим проектам, привлечению инвесторов и другим вопросам. Мы сегодня видим заявление и в Рио губернатора округа и окружных властей о том, что внимание к инвестициям не только как к крупным компаниям, добывающим компаниям, но внимание к инвестициям. Приток инвестиций должен быть другой. И мы, конечно, ожидаем в этом направлении хороших перспектив. Стратегическое партнерство «Северо-Запад» работает уже более 20 лет. Его акционерами являются все 11 субъектов, входящих в Северо-Западный федеральный округ. Взаимодействие партнерства с регионами осуществляется в рамках соглашений. Окружной бизнес на новый качественный уровень. Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев и предприниматели Ненецкого округа обсудили дорожную карту развития малого бизнеса в регионе. Площадкой для встречи стали соревнования по кроссу на снегоходах. Тема номер один – реализация окружных и федеральных программ поддержки предпринимательства в Ненецком округе. Олег Фомичев рассказал о переформатировании госпрограммы, переходе на проектное управление развития онлайн-сервисов. Поэтому вопросы, которые мы обсуждали, они в равной степени касались и того, как мы реализуем программы поддержки малого предпринимательства. Это прежде всего вопросы, связанные уже с органами госвласти Ненецкого автономного округа. Какие программы реализуются, какие новые программы начинаются, как эффективнее использовать те объекты инфраструктуры, которые здесь созданы. И микрофинансовые организации, и региональные гарантийные организации. Сейчас будет создаваться центр кластерному развитию для развития туризма. С другой стороны, мы обсудили ряд вопросов, которые больше всего волнуют бизнес. Но в данном случае бизнес не только Ненецкого автономного округа, но вообще бизнес, который ведется в регионах Крайнего Севера, потому что проблемы в значительной степени одинаковые. Это и объем гарантий, который предоставлен работникам, и который снижает конкурентоспособность предприятий малого бизнеса. Это вопросы, связанные с разного рода льготами и компенсациями, которые малый бизнес вынужден в соответствии с законодательством платить. И каким образом, не снижая гарантии для наших граждан, каким образом помочь малому бизнесу развиваться. Особое внимание развитию туризма в регионе, формирование необходимой инфраструктуры для этого будет реализовано при поддержке федерального бюджета. Помимо финансовой поддержки, важные условия для развития бизнеса, наличие знаний и сервисов. Для этого министерство уже запустило интернет-платформу «Деловая среда». Обратиться сюда за советом может теперь каждый предприниматель округа. Платформа уже запущена. В феврале состоялось ее официальное открытие. Там уже размещено более 500 модулей разного рода обучающих. И более того, на этот портал, как платформа сервисов и знаний, да.среда.ру, он уже в интернете функционирует и бесплатен. Там собраны лучшие курсы от ведущих бизнес-тренеров российских. Google Сбербанк, известная программа обучения, там разместила несколько курсов. Очень интересный курс. Я лично сам смотрел, могу ответственно сказать. В зависимости от вида бизнеса, от стадии, в которой вы находитесь там или собираетесь только начинать бизнес. Есть и вполне формальные материалы, которые говорят вам про объем требований, которые будут предъявляться к вашему бизнесу. И есть вещи, связанные уже с вдохновением, что называется, с историями успеха ведущих бизнесменов, кто в России делал бизнес. Стороны договорились, что взаимодействие будет продолжено. По каждому вопросу намечено пути решения. Бизнес в Ненецком округе переходит на новый уровень. Ольга Руслова, Тимофей Жуков, Игорь Тарасевич, Телеканал Север. В столице региона вновь соберутся оленеводы со всех отдаленных уголков округа для обсуждения актуальных для отрасли и коренных малочисленных народов Севера вопросов. 16 марта в Наринмаре пройдет съезд оленеводов. Он проводится, как правило, раз в три года. В этот раз съезд станет одним из ключевых мероприятий в рамках года оленеводства в регионе. На мероприятие приглашены 40 делегатов из всех 25 оленеводческих хозяйств региона различной формы собственности. В их числе 12 СПК, 11 семейных родовых общин коренных малочисленных народов Севера, одно унитарное предприятие и одно крестьянское фермерское хозяйство. Для каждого хозяйства была установлена квота для выдвижения делегатов. На сегодня подтвердили свое участие в съезде 36 человек. Оленеводы округа планируют обсудить современное состояние отрасли, вопрос рационального землепользования, ветеринарных мероприятий, экологической чистоты продукции оленеводства, мер соцподдержки тундровиков и сохранение традиционного образа жизни коренных народов. Также в повестке съезда запланировано обсуждение вопроса организации образования для населения, ведущего кочевой образ жизни. Проект строительства школ и садов в поселке Нальминос разработают до конца года. Планируется, что по итогам торгов контракт будет заключен с фирмой из Архангельска, предложившей выполнить работы за 9,9 млн. рублей. Экономия от начальной максимальной цены контракта составила более 1 млн. Аукционная документация в настоящее время проходит процедуру согласования в контрольно-ревизионном комитете. Как пояснили в централизованном стройзаказчике, в случае положительной оценки проведения аукциона, контракт на выполнение работ с проектировщиком планируется заключить к концу марта. Согласно условиям, прописанным в документе, подрядчик должен будет разработать проектную документацию строительства школ и сада не позднее 17 декабря текущего года. Разработку ПСД для строительства школ и сада в национальном поселке ранее инициировал глава региона Александр Цибульский после встречи с Советом Старейшин и Ассоциацией Ясовые. Школа-сад в Нельминном Носе входит в число приоритетных объектов, которые необходимо проектировать и строить под ключ. Из окружного бюджета по поручению в Рио-губернатора на эти цели было дополнительно выделено более 11 млн. рублей. В Наринмаре состоялась седьмая межрегиональная научно-практическая конференция «Наука, профессиональное образование и производство». Мероприятие традиционно приурочено ко Дню российской науки. Площадкой для проведения конференции стал Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волкова. Марина Разборщикова – будущий эколог, поэтому и темой ее выступления стало выявление потенциально опасных областей на территории планируемого заказника Вашуткинские озера. Вместе с научным руководителем Марина использовала в своей работе метод линеоментного дешифрирования космоснимков. К своему выступлению девушка готовилась два месяца. Заказник Вашуткинские озера площадью 60 тысяч гектаров – крупнейшая в Ненецком округе озерная система с прилегающими тундровыми участками. Заказник планируется создать в этом году за счет внебюджетных средств. Мне данная тема была интересна, потому что, возможно, там будет разрешение, чтобы там проходил зимник и какие-то заглубленные застройки. Но так как с моей работой я провела исследование, могу сказать, что там нельзя строить заглубленные сооружения, потому что, скорее всего, на некоторых местах они просто требуют усиленного строения. Кроме экологии, в этом году на секциях конференции обсуждались такие темы, как здоровое питание, экономика и социология, история и литература, воспитание и психология, педагогика, здоровье человека, ветеринария и математика. С научными докладами на конференции выступили 76 человек. Это школьники, студенты учебных заведений округа, научные работники музея, представители власти и преподаватели. Вот все эти конференции научно-практические для студентов, они играют, конечно, колоссальную роль. Прежде всего, студенты научаются слушать, приобретают новые знания. Ну, а кроме того, они приобщаются к научным достижениям, к научному знанию, к научному лексикону, что тоже очень важно. Ну и кроме того, они пробуют и сами к поступлениям. Кроме этого, в Департаменте финансов и экономики НАУ подготовили для студентов лекцию по финансовой грамотности, где подробно рассказали, как планировать свой бюджет. У нас два раза в год проводится неделя финансовой грамотности. В первом половине полугодия у нас проводится неделя, всероссийская неделя сбережений. Проводит ее в МФИН, мы активно участвуем. В рамках данных мероприятий мы выступаем в том числе с лекциями. Ну, я думаю, что интересно. И в технике мы выступали в прошлом году. Студенты от студентов обратную связь получили. В принципе, они сказали, что полезно и интересно. После работы секции на пленарном заседании приняли итоговую резолюцию. По итогам конференции лучшие доклады участников будут рекомендованы для участия в конкурсах научно-исследовательских работ регионального и российского уровня. Все материалы конференции войдут в сборник. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 17 марта в Наринмаре пройдет заключительное мероприятие фестиваля городской среды «Выходи гулять». Праздник под названием «Солнце выходи» состоится в ТОС «Мирный». Местом проведения выбрана общественная территория в районе домов по улице 60 лет Октября и строительная. Работники ДК «Арктика» готовят для детей микрорайона праздник с различными играми и конкурсами. Еще в одном муниципалитете, участвующем в 2017 году в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» поселки Искатели, очередным мероприятием в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» станет игровая развлекательная программа «Зимние забавы». Она пройдет 15 марта на детской площадке по улице Ордалина. Завершится фестиваль на территории муниципалитета и в целом по Ненецкому округу 4 апреля игровой программой «За полярным кругом», посвященный Дню заполярного района. Она пройдет на новой детской площадке по улице Монтажников. Такова информационная картина этого дня. Увидеть наши новости вы можете и на сайте www.trksever.ru. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин